О том, что человек в ответе за того, кого приручил, к сожалению, помнит далеко не каждый. Часто собак пытаются пристроить в приют, либо находят более быстрое и простое решение – выбрасывают на улицу, тем самым увеличивая количество бродячих животных. В городе полномочия государственные осуществляются в соответствии с доведенным лимитом бюджетных средств – это 4,2 миллиона рублей на год. По утвержденному тарифу, в который входит необходимый отлов, стерилизация, вакцинация животного, его содержание на период передержки, определяется, соответственно, тот объем собак, который отлаживается. Не только собак, а в целом безнадзорных животных. Это 62 единицы. Средства выделяются, надо отловить, доставить, здесь стерилизовать, накормить, содержать. И вот из 650 собак, заметьте, до половины уходит к новым хозяевам. Добрые руки. Их к этому подготовили. Жить на улице, в будке и сторожить в частной территории, либо жить в квартире. Но это еще и кошечки и другие. Поэтому вот если нужно совершенствовать наше законодательство, то понимать в чем. Этим готовы заниматься. Однако одним отловом и стерилизацией проблему не решить. Да и мест в приюте попросту не остается. Мы всех собак не поместим в приют, который есть. И с другой стороны, выпуская собак, мы в любом случае, даже если она стерилизована, собака, она имеет бирку, но собака может напугать элементарно человека. И это тоже не решение. И говорим о том, что важно все-таки еще и рассмотреть повышение степени ответственности каждого из нас. Ведь собака откуда-то взялась первая, бездомная, нулевая собака. И потом, естественно, идет размножение этих собак в среде. На сегодняшний день в регионе порядка 11 тысяч бездомных собак. Несмотря на то, что в Барнауле их количество за последние пять лет сократилось, в районах стремительно растет. Мы 20 лет стерилизуем собак и кошек. 20 лет. Но их чуть меньше стало посреди с другими городами, но все равно они есть. А есть откуда? То тут коробочка со щенками, то там коробочка со щенками, то просто бабушка звонит. Вы либо меня собачку заберете, либо я просто выкину. Мы говорим, бабушка, ну мы не заберем, потому что это ваша хозяйская собачка. Но она мне надоела, я ее выкину. Собаки-то не виноваты, что и на улице оказались. Это люди виноваты. Завел собаку, маленько-то отвечай. Когда у нас изменится менталитет людей, когда у нас будет ответственность, завел собаку, отвечай. Специалисты уверены, отстрел не выход из положения. Необходимо сделать стерилизацию обязательной для всех домашних животных, хозяева которых не собираются заниматься их разводом. А потому для борьбы с бродячими животными нужны профилактические беседы. Хотелось бы, чтобы акценты ставились именно на ответственности. Почему нам не проводить профилактическую работу с населением? Почему нам не говорить, не объяснять населению? А откуда это собаки? А как с ними себя вести самое важное? Воспитывать себя и своих детей? А каким образом минимизировать это количество? Что надо сделать, чтобы через месяц, через год, через пять, их не было и так далее? Именно на это, мне кажется, должен ставиться информационный акцент в этой всей информационной волне. Региональные власти предлагают ужесточить меры, ввести штрафы за выброшенных животных, а также усыплять тех собак, чей хозяин не нашелся. Также планируют пересмотреть стоимость услуг по отлову. Пока все эти правила не вступили в силу, остановить бесконтрольное разведение собак не получится, даже если чиновники будут говорить об этом каждую неделю. София Иценко, Андрей Печоркин. День с толком.